Добрый вечер, господа. Это Финам-ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». У микрофона Юрия Пронько. Ну, есть у нас тема для сегодняшнего разговора. Мы как профессиональные журналисты готовились к сегодняшнему дню. Еще за годи было известно, что в 15 часов будет оглашен приговор. В 15 его и не огласили, но, тем не менее, уже сейчас все известно. Сейчас мы будем говорить с моими гостями, которые здесь, в московской студии Финам-ФМ, и с теми, кто к нам будет присоединяться по телефону, по делу Пуссерайт и приговору, который сегодня был вынесен Хамомовническим судом Москвы. Но я начну с того, что уже более 60 человек задержаны возле Хамомовнического суда столицы, где был вынесен, значит, соответственно, приговор трем участницам группы Пуссерайт за хулиганство в Храме Христа Спасителя. Цифра более 60 человек приводится со ссылкой на представителей Главного управления МВД России по Москве. По крайней мере, более 60 человек уже доставлены в отделы полиции. Причем среди них, как отмечают правоохранители, есть как сторонники, так и противники Пуссерайт. Источник, значит, агентства ЭТАРТАС, в частности, уточнил, что с некоторыми будут проведены профилактические беседы, но других составят протоколы об административном правонарушении. Ну что, Хамомовнический суд Москвы назначил по два года лишения свободы трем участницам пангруппы Пуссерайт, признав их виновным в хулиганстве в Храме Христа Спасителя, по решению судей Марины Сыровой, Марина Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич будут отбывать наказание в колонии общего режима. Я представляю моих гостей, которые здесь уже в московской студии Финам.ФМ. Это Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Владимир Новицкий, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека. Владимир, добрый вечер. К нам будут еще раз, скажу, присоединяться и другие собеседники. Но напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. Многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы 495. Финам.ФМ, это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете слушать, можете смотреть. Самое главное, участвуйте в нашем разговоре. И я запускаю большое смс-голосование. Вопрос очень простой. Надеюсь, вы на него сочетаете возможным ответить. Вы поддерживаете решение хамомнического суда по делу Пуссерайт. То есть вот тот приговор, который сегодня был вынесен судьей Марины Сыровой. Тогда на 5533, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. 5533 смс-сообщение с буквой А. Вы поддерживаете решение судьи хамомнического суда Марины Сыровой, которая признала трех участниц пангруппы Пуссерайт виновными. И, значит, назначила им по два года лишения свободы. 5533 смс-сообщение с буквой А. Вы с этим вердиктом не согласны. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Не согласны. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Господа, я в самом начале хочу услышать от вас комментарии, как вы восприняли это сообщение. В общем-то, все были в ожидании. Ясно, точно, что Россия расколота в очередной раз. Как вот мы видим из сообщений от ГУВД Москвы, есть задержанные как сторонники, так и противники, находившиеся у хамомнического суда. Игорь, давайте с вас начнем. Ваш взгляд. Когда услышали, что два года, и не условно, а реально. Ну, я знал, что примерно будет два года. Я, когда Путин сказал о том, что срок должен быть меньше, я предположил, что это будет три. А потом, когда это на неделю отложили, я понял, что срок будет еще более сокращен. Значит, его сократили до двух лет. Причем год они фактически отсидели, потому что полгода под следствием. Это считается день за два. Им остался один год. Значит, ясно, что с моей точки зрения, конечно, с юридической, с любой, это неправедное дело, потому что суд средневековый. И те аргументы, которые использовала судья, аргументы средневекового характера, те логические, они похожи на иранские законы, ну и так далее. Горечь, боль, я имею ввиду тех, кому нанесен... Поэтому я просто с точки зрения политолога, было ясно, что власть не решится их отпустить, потому что тогда они были бы победителями, и победителем была бы оппозиция. И в то же время я понимал, что власть постарается максимально сократить срок и даже потом втихую их выпустить. Поскольку была совершенно грубейшая ошибка, политологическая, политическая ошибка, когда все это дело начиналось. Потому что первый раз, когда они на лобном месте пели песню, они бы заплатили по 500 рублей, и на этом все закончилось. И никто из них... И, в общем-то, все забыли, да. Все забыли. Из них не делал никто великой славы, и сейчас Мадонна готова с ними петь, и вообще все великие артисты мира готовы с ними петь. Вот. Ну и престиж России, в результате этого престиж суда и престиж России понесен наибольший ущерб. Это Игорь Бунин. Владимир Новицкий. Ваш... Ну, я могу только присоединиться к данной оценке. В России очевидно, что больше всего потерял престиж страны. И политический и моральный авторитет сегодня России в мире, думаю, что существенно ниже, чем был даже в период самых трудных лет советской власти или в период каких-то таких конфликтов. Причем он создан на пустом месте. Невольно просматривается аналогия. По известности процессов в мировом масштабе. Было в свое время очень известно дело Дрейфуса, когда вся мировая общественность поднялась против необоснованного насуждения офицеров о Франции. Было дело о поджоге Рейхстага, которое тоже подняло весь мир. И теперь явно не сопоставимое по характеру действий, но по масштабу информационных сообщений сопоставимое с ними дело пусть и рай. То есть на пустом месте создали героев или антигероев, как угодно сказать, но эти люди уже вошли в историю. Так же, как и Марина Сырова, которая то ли на основе собственного правосознания, то ли на основе каких-то других дополнительных воздействий на нее, здесь можно только предполагать, что ей было совсем непросто, тоже вошла в исторические хроники и будет известно, как судья, вынесшая такой своеобразный приговор. Что касается последствий этого дела, то очевидно, что будет кассационная жалоба, очевидно, что она будет рассматриваться московским городским судом. До этого времени приговор не вступает в законную силу, они будут продолжать находиться в изоляторе. Это обычно занимает 2-3 месяца, то есть это по меньшей мере дополнительная добавка к тому сроку, который они отсидели. И кассационная инстанция может оставить приговор без изменения, либо смягчить его. Вполне возможно, второй вариант. И они, посидев еще немного и получив дополнительную рекламную и политическую известность, потому что фактически из них сделали политических борцов, могут выйти на свободу. Но вы считаете, на самом деле, сегодняшним днем все не заканчивается? Нет. И не факт, что вот три дамы будут отбывать наказание согласно тому решению, которое вынесла судья Сурова? Значит, утверждать, что приговор устоит в городском суде в непосновенности, я бы не стал. Потому что, безусловно, сейчас будет новый информационный поток, который затронет все СМИ, не только в России, но и в мире. Возможно, будет какая-то политическая переоценка ситуации. И вполне возможно, что городской суд поправит эту ситуацию. Но, зная нашу страну, я не удивлюсь, что если приговор оставят в силе и отправят их в итоге в колонии. Игорь, вот взгляд опытного профессионального политолога, где произошла осечка-то? Вот как этот процесс из ничего стал международным, прецедентным, который, как вы уже сказали, нанес ущерб, имиджевый ущерб России? Где эта осечка произошла? И когда? Ну, как известно, 21 февраля они пришли, причем первоначальная реакция патриархии была достаточно спокойной. Их не задержали охранники, они были всего-навсего 40 минут. После этого представители церкви говорили, что даже святотатства не произошло, они на аммоне не были, поэтому святотатства нет, не надо все переосвящать и так далее и тому подобное. Ну, и казалось, это вот так все уйдет. И потом внезапно появился приказ, и откуда-то, видимо, все-таки, или лицом более высоким, чем сам патриарх, или, возможно, патриарх в договоренности с каким-то лицом. Вот, после чего машина стала действовать. Ну, то есть точно появляется второе лицо? Ну, я думаю, что да, потому что наша система вертикальной власти здесь в данном случае всегда работает. Ну, и после этого заработала машина, которая, по-видимому, тогда впервые сформировалась стратегия, репрессивная стратегия, которую, видно, сейчас будут переосматривать, потому что ясно, что она ведет в тупик. И вот такая репрессивная стратегия, она ведет к еще большему конфликту с обществом. И, как мне кажется, вот есть много признаков, они, правда, очень незначительные. Там выпустили несколько человек по делу Юкоса, по Болотному делу несколько человек отпустили. По Платону Лебедеву. По Платону Лебедеву сейчас сокращают срок и так далее. И, в общем, срок по Пусерай тоже не тот предельный, который был первоначально. Семь лет, семь лет, семь лет. По-видимому, возникло ощущение, что где-то мы подходим к такому, власть подходит к тупику. Вот. И с этой точки зрения было осознанно, что надо как-то спустить на тормозах. Но отпустить их, дать им свободу или условный срок, значит признать свое поражение. Вот об этом поговорим подробнее. Как известно, Владимир Владимирович не любит, когда происходит ощущение, что власть потерпела поражение. Игорь, другими словами, так вторая фигура это Владимир Владимирович? Нет, я не знаю. Предположим. Все можно предположить, но я не знаю. Не знаю. Это Игорь Бунин. Значит, вот эту тему, все-таки почему бы не действительно сделать жест сильного и отпустить? Условно ли наказать? Или в буквальном смысле отпустить? Вот об этом поговорим сразу после краткого выпуска новостей. Напомню, что идет смс-голосование. Значит, если вы поддерживаете сегодняшнее решение Хамомовического суда, то тогда по делу Пуссерайт, тогда на короткий номер 5533 отправьте смс-сообщение с буквой А. Не поддерживайте 5533 смс-сообщение с буквой Б. 19 часов и 18 минут в российской столице. Это реальное время Финам-ФМ. Здесь, в московской студии, Владимир Новицкий и Игорь Бунин. Обсуждаем сегодняшний приговор по делу Пуссерайт. Значит, еще раз напомню, кто может не в курсе, судья Марина Сырова сегодня назначила по два года лишения свободы трем участницам пангруппы Пуссерайт, признав их виновными в хулиганстве в Храме Христа Спасителя. Идет смс-голосование. Если вы согласны с решением Хамомовического суда Москвы, то, пожалуйста, на короткий номер 5533 пришлите смс-сообщение с одной-единственной буквой А. Не согласны 5533 смс-сообщение с буквой Б. Еще раз, согласны 5533 смс-сообщение с буквой А. Не согласны 5533 смс-сообщение с буквой Б. Сейчас к нам присоединяется Иосиф Пригожин, продюсер и супруг Валерия. Иосиф, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот ваш комментарий, когда вы услышали, узнали о том, какое решение приняла Марина Сырова, судья Хамомовического суда по делу Пуссерайт, что скажете? Знаете, грустная вся эта история, да, мне сказать нечего. Очень жалко чисто по-человечески, да, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, такая истерия вокруг этого собралась. Девчонок надо было наказать. Вопросы наказать как? Административно, может быть, условно. Ну, во-первых, еще же апелляцию можно, в принципе, подать и опротестовать, в принципе, это решение, да. Это уже не 7 лет, что радует, да. Единственная проблема, которая меня смущает, конечно, все-таки у девчонки, там, я, честно говоря, не погружен вот совсем глубоко. У кого-то там из девчонок есть дети маленькие, да. Но это не совсем, вот здесь как-то надо было найти какую-то все-таки, я не знаю, какую найти середину, да. А вот что мне еще не нравится? В этом смысле еще какой-то такой раскол общества. Одни считают так, другие считают так. Более или менее нормальные люди, которые, в общем-то, живут по каким-то правилам, да. Начинается такой раскол, вот мы все встречаемся, даже друзья между собой, возникает какой-то спор, что надо было сделать, что не надо было сделать. И вот в этом споре, как бы, люди начинают, как бы, искать какие-то иные решения, да, как бы кто-то другой поступил. Но трудно сказать, жалко, по-человечески очень жалко. Но получается, что наказать надо было, но это привело к расколу российского общества. Ну, я не говорю про российское сейчас общество, я говорю про то общество, в котором мы находимся, да, в общем-то, между собой, по крайней мере. Вот даже вот, ну, творческие люди спорят между собой, как надо было наказать. Ну, это решение суда, мы же не судьи, мы не можем, как бы, говорить, как правильно, как нет. Мы можем высказать свое мнение по этому поводу. Наше мнение, ну, в общем, оно вот такое. Спасибо. Иосиф Пригожин был на связи со студией Финал МФМ. Владимир, вы вот нам за эфиром с Игорем рассказывали про юридическую сторону, вот, вынесенного приговора и вообще этого дела. Можете поделиться со слушателем, о чем идет речь? Ну, я немножко позволю себе проанализировать ситуацию. Уголовная ответственность по 213 статье, часть 2 наступает, за хулиганские действия, то есть, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. И здесь необходим признак публичности. Поскольку к ним меняно то, что они разжигали социальную рост и нарушили конфессиональные правила и положения, то, соответствующим образом, мы должны понимать, является ли храм Христа Спасителя именно учреждением, которое относится непосредственно к православной церкви и находится в управлении или собственности православной церкви. Как сообщали средства массовой информации, я документы не проверял, везде было указано, что это учреждение культуры или учреждение, которое находится на балансе правительства Москвы. Соответствующим образом, с точки зрения юридической, оно не может считаться культовым учреждением. Но я прошу прощения, да, вот я цитирую судью, наличие в храме иных помещений, в том числе трапезной автостоянки, не умаляет его статуса как храма, это прямая речь. Суд установил, что здание Храма Христа Спасителя по своим внешним признакам полностью соответствует православным храмам, имеет купола, увенчанные крестами, его внутреннее убранство также соответствует православным канонам. Бумага, как говорят в таких случаях. Но должны быть и документальные подтверждения этого, поскольку все культовые учреждения сегодня передаются на баланс православной церкви. Данное здание, как я понимаю, пока на баланс церкви не передано и соответствующим образом... А, то есть это такая юридическая кезуистика, но фактически, да, правовая? Вопрос о праве собственности на здание и соответствующим образом оценки его с правовой точки зрения. Второе. Здесь нельзя усмотреть грубое нарушение общественного порядка, поскольку в то время в этом помещении не проводилось благослужений, каких-то иных действий, связанных с оправлением культа, там находились только сотрудники храма, которые выполняли обычные обязанности. При этом не было применено никакого насилия, никакой грубости по отношению к этим сотрудникам, когда они стали выдворять этих девушек. Мы помним, что первоначально это предполагалось, что вообще все закончится пшиком, их публично поругают и все. Но, как правильно сказал Игорь Бунин, вероятнее всего, здесь какие-то вмешались вышние силы, я думаю, что все-таки не небесные, а земные, но откуда-то сверху зорким оком посмотрели на это дело и запустили его дальше. Адвокаты, еще раз ужденных, указывали, что в их действиях может быть усмотрен состав правонарушения, предусмотренный статьей 5.28 Кодекса об инициативных правонарушениях, который имеет специальный состав именно в отношении культовых учреждений и оправления культа. Есть такое понятие глумления над теми или иными кофессиональными ценностями, но это законодатель предусмотрен как административное правонарушение. И если усматривать в их действиях что-то, которое касалось бы вопросов, связанных с оправлением культа, то здесь максимум должно было бы применено это административное наказание. Но здесь есть еще один правой аспект. И 213 статья Уголовного кодекса, и эта статья административного кодекса предусматривает прямой умысел в действиях этих лиц. Умысел же этих лиц не был направлен на нарушение общественного порядка, на углубление над святынями или какими-то иными культовыми знаками или сооружениями. Он был чисто политический, художественно-политический. Может быть он выражен был в неудобной и неудачной форме, но он был направлен против политического руководства, и все их заявление носило характер такого политического манифеста. И здесь можно только согласиться еще раз с тем, что на самом деле, наверное, когда боги кого-то хотят наказать, они его иногда лишают здравого смысла. Если бы правоохранительные органы и соответствующие возможно существующие силы политического истеблишмента просто бы закрыли глаза на это, то эта история бы рассосалась и не оставила следа. Сегодня мы имеем новых мучеников, которые вполне возможно даже не заслуживают, судя по их некоторым акциям, которые не заслуживают, с моей точки зрения, тоже такого морального одобрения. Сегодня являются одними из людей, которые способны повлиять на историю России. Это адвокат Владимир Новицкий. Игорь, в политическую плоскость хочу привести. Ведь всем известен тот слоган, скажем так, с которым эти дамы спустя райт выступили в Храме Христа Спасителя. Означает ли это, что власть подняла перчатку и нанесла ответный удар? И это первая часть вопроса. И второй вопрос, это вопрос так же, как политологу, сегодня дезвуировано понятие светского государства, которое записано в Конституции России? Ну, просто надо было делать выбор. Все рассуждения предыдущие, ваши рассуждения совершенно справедливы на это рассуждение правового государства. А на самом деле их судили не по принципу правового государства, а по принципу теологического государства, средневекового, где главное нарушение святыни как таковой. И с этой точки зрения, конечно, мы вдруг ни с того ни с сего перенеслись из попытки создания правового государства, о котором мечтал еще Горбачев, внезапно в средневековье. В один момент. В один момент. И поэтому удар, который нанесен по нашему правосудию, престижу государства, просто не поправим с моей точки. Теперь вторая проблема. Вторая проблема связана, по-видимому, с тем, как воспринимает общество и суд, и действия Пуссерайт. Ведь на самом деле, по исследованию Левады, 44% опрошенных говорит, что суд беспристрастен, что нейтрален, что он справедлив. 44%? Да. 25% считают, что наоборот, что суд неправедный, Шемякин суд. И с этой точки зрения мы видим, что 44% – это огромная цифра – в общем поддерживают и суд, и власть, и патриархию. И мы должны понять, почему существует молчаливое большинство, которое принимает неправедный суд, не принимает решения, не принимает любую критику, не принимает оппозицию. И с моей точки зрения, здесь, видимо, можно выделить несколько факторов. Первый фактор, но я его называю достаточно сложным понятием фестингера – когнитивный диссонанс, но можно объяснить более просто. В общем, большинство людей боится беспорядка. Вот элемент, когда начинается какой-то беспорядок, неясность, хаос, а вот особенно если это сделано с эпатажем, силой, то это не воспринимается. Это воспринимается негативно как таковой. Вот это первый фактор. И поэтому, когда возникает группа людей, которые вносят элемент беспорядка, то вот это молчаливое большинство, в основном с психологией подданных, поддерживают. Значит, второй фактор заключается с тем, что в общем, несмотря на то, что патриарх в результате последних действий создал себе в интеллигентских кругах образ человека, ну, который не совсем в ладах с нанотехнологиями, у него проблемы с часами и так далее, все равно сохраняет некий образ святого человека. Сакральность, безусловно. Сакральность, вот эта сакральность, она остается, и людям очень тяжело идти против института, носящего сакральный характер. После этого они чувствуют некую пустоту. Вот если лишить патриархии вот этого самого образа сакрального института, человек ощущает, у нас, в общем, на самом деле не очень религиозный народ. Я бы сказал, вообще не религиозный. Но то, что связано с духовным, страшно с этим ссориться. Это второй фактор, и третий, конечно, телевидение. За исключением нескольких каналов, ну, там, не знаю, предположим, РЕН-ТВ, еще несколько, все остальные каналы дружно объясняли, что суд праведный. Вот дружно, все абсолютно. Поскольку у нас примерно 40% вообще не залезает в интернет население, живущих в небольших городках, в деревне, и для них самое главное, вот эти два первых канала. И вот они воспринимают эти два первых канала как истину в последних инстанциях. И поэтому с этой точки зрения вот эти три фактора вызвали то, что все-таки большинство приняло этот суд. Меньшинство, оппозиционное меньшинство, потому что эти 25% состоят больше всего из оппозиционно настроенных людей. Они естественного не приняли, они дали новую возможность оппозиции, новые лозунги, новые идеи, новых людей, возможность консолидации и так далее. Но вот это противостояние двух, на самом деле, двух восприятий мира, двух моделей мира. С одной стороны, модель мира светского, где главный индивидуализм, где главная личность, где главные права личности и так далее. С другой стороны, что самое главное, это общность, государство, власть, святыня, государь как таковой, патриарх и так далее. Вот эти две модели, они столкнулись на этом суде. Это произошло примерно то же самое, что произошло на Диледрифе. Где с одной стороны были люди, которые считали, что самое главное власть, церковь, католицизм, клир и так далее. А с другой стороны, люди, которые считали, что самое главное, справедливость, светское государство, республика. Вот республика установилась по-настоящему во Франции после дела Дрейфуса. Именно дело Дрейфуса создало Французскую республику, Третью республику. Дело Дрейфуса, это было бы намного сложнее. Их поражение клирикалов было самым главным. Вот у меня такое ощущение, что вполне возможно дело вот этих трех девушек, которые, в общем, они, девочки, наверное, умные, читают Монтене, на ночь стихи и так далее. Но все-таки они пока не герои. Но этот процесс может превратиться что-то в некое подобие дела Дрейфуса. Конечно, у нас... В нечто большее. Чем просто процесс. Чем мы даже сейчас это осознаем, да. Это Игорь Бунин. Продолжим сразу после краткого выпуска новостей. Но идет СМС-голосование. Если вы поддерживаете решение хамомического суда по делу Пуссирайт, то 5533 смс-сообщение с буквой А. Не поддерживайте 5533 смс-сообщение с буквой Б. 19 часов 33 минуты. Продолжаем реальное время на Финам.ФМ. Здесь в московской студии Игорь Бунин и Владимир Новицкий. Обсуждаем дело Пуссирайт. Тот приговор, который сегодня вынес хамомический суд Москвы, в частности, Марина Сурова. Я напомню, что она назначила по два года лишения свободы трем участницам пангруппы Пуссирайт, признав их виновными в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Свои мнения присылайте на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Звоните на 6510996, код Москвы 495. И сейчас к нам присоединяется Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, вечер добрый. Добрый вечер. Ну вот, что скажете, какова ваша реакция на сегодняшнее решение хамомического суда Москвы? Реакция моя в Кавкарсту. Ох, связь у нас. Нет, Григорий Алексеевич, мы не слышим. Наверное, будем перезванивать. Давайте перезвоним. Связь, связь. Вот это та самая проблема, которая, к сожалению, очень часто не позволяет в нормальном режиме нам работать. Тем не менее, продолжим, Игорь. Вот на ваш взгляд, есть ли это действительно нечто большее? А мы на этом остановились перед новостями, да? Чем просто процессы и осознание того, что происходит. К чему это может все привести? Нет, ну, надо понимать просто разницу между делом Дрейфуса и сегодняшними событиями. Дело Дрейфуса не просто раскололо общество, но там была некая пехота. С одной стороны, на стороне республики, на стороне Дрейфуса, был не только Золя, были учителя. Учителя – это пехота республиканцев. Простой учитель, который все время республиканские ценности вносил в массовое сознание. С другой стороны, были кюре, которые, наоборот, защищали такую иерархическую, патриархальную модель мира. И конфликт перешел, благодаря референтным группам, с одной стороны, с учителя, с другой стороны, он перешел вглубь. Он перешел в массовое сознание. У нас, на самом деле, это пока конфликт на уровне элиты. С одной стороны, люди, которые считают, что мир должен быть светским, индивидуалистическим. Каждый имеет право на свою систему ценностей. С другой стороны, те, которые считают, должна быть общность и должна быть иерархия, власть, государь, на самом деле. Вот такая система, достаточно жесткая, вертикальная система. Перейдет ли это на более глубокий уровень, на уровень уже массового сознания, где люди не просто, вот как только что муж Валерия говорил о том, что… Иисус Пригожин. Пригожин, да. Не просто муж Валерий, но Пригожин говорил о том, что я спорю со своими товарищами, по цеху, правильно, неправильно. На этом уровне, то есть на элитном уровне, это большой внутренний спор. Но перейдет ли это на массовое сознание так, чтобы люди, которые живут в психологии подданных, будут рассуждать на эту тему, я не знаю. Между референтными группами и человеком простым, который меньше думает о абстрактных идеях. Огромная инстанция огромного размера. Сумеем, и нет у нас пока этих учителей, этих кюре, которые бы столкнули две идеологии друг с другом. Это Игорь Бунин, но вот сейчас мне подсказывают, что все-таки мы восстановили связь с Григорием Явлинским. Григорий Алексеевич, еще раз поприветствую. Надеюсь, что вы у нас на связи телефонной. Да, я надеюсь, что я вас на связи. Отлично. Да, вот сейчас мы вас слышим. Давайте, ваша реакция и каковы последствия, на ваш взгляд, могут быть после сегодняшнего решения Хомунического суда? Вот моя реакция. Я думаю, что это такое неправильное решение и что оно наносит вред гораздо больше, чем выступление этих девушек в таком месте, как Храм Христа Спасителя. Это оно гораздо в большей степени нагнетает дух и непрощение. Нет, ну, спасибо. Ну, мысль понятна. Да, ну, мысль понятна. Я не знаю, что у нас с телефонной связью, может, какие-то иные силы. Мы же говорим сегодня о неких силах, вторых, третьих, которые вмешались. Владимир, вот ответьте тогда еще на один мой вопрос с точки зрения, опять-таки, нынешнего законодательства, правоприменения. Вы предположили, что может быть изменено решение, да? Высшестоящая инстанкция Московский городской суд. А вот вообще пересмотрено дело может быть? Конечно, может быть. Может быть, может быть, отменены все ранее состоящие судебные постановления, дело отправлено на рассмотрение. Надо сказать, что наше законодательство предусматривает, что решение по делу уголовному, административному, да и гражданскому должно быть не только законным, обоснованным, но и справедливым. В данной ситуации, на мой взгляд, есть очевидная несправедливость действия и реакции на него. Это примерно так же, как если бы подростки или дети забрались бы в чужой сад нарвать яблок, а хозяин взял бы их и расстрелял из пулемета. Все понимают, что воровать яблоки нельзя, но бороться с ворами таким методом недопустимо. Я думаю, что вот в частности опрос Левада-центра, который проводился до приговора, вполне возможно предусматривало то, что вот эти 44% предусматривали, ну надо наказать все-таки их за то, что они забрались в храм. Но когда они узнают о мере, которая к ним применена, я думаю, что процентное соотношение вполне возможно изменится. Потому что даже и простой человек представит, ну кто из нас не пел песню в пьяном виде, что ж теперь меня на два года за это? А вот еще один такой момент. Игорь Бунин абсолютно справедливо говорил о средневековых таких понятиях, как горечь, боль, оцепенение. Я цитирую показания. Я хочу у адвоката 21 века спросить, вот это как? Ну вообще они ссылались там в обвинительном заключении на Тертулианский собор, который, конечно, является чисто церковным документом постановления Тертулианского собора и еще какие-то там другие церковные постановления, доказывая, что их действия причинили моральный вред потерпевшим. Это нормально? Я вас сейчас строго спрашиваю как правоведа. На самом деле, с точки зрения моральных страданий, любые действия, которые нарушают нормальное, скажем так, моральное состояние человека, в том числе и нарушение его каких-то понятий в отношении оправления культа и так далее, могут высказываться. Но они не могут быть положены в основу приговора. В основу приговора на нарушение церковных домов недопустим. Любых и церковных, и исламских, и иудейских норм. Мы, кстати говоря, комментируя ситуацию, мы помним, что и иудеи, и мусульмане говорили о том, что если бы они совершили подобное у нас, то максимум в синагоге их вытолкали в шею, в мечети поступили примерно так же. И даже комментаторы из Ирана говорили, что если бы они, выступая, затронули имя пророка, тогда да, это религиозное преступление. Если бы они критиковали президента или Аяталу, как политических деятелей, это было бы политическое преступление. И у нас, мне кажется, здесь тоже произошла сознательная подмена. Политическое выступление приравняли к антицерковному демаршу. Храм был выбран только как площадка, но никак не цель этой деятельности. Место, которое приведет счет общественного внимания и умысла на оглумление над святынями, какого-то нарушения нормального функционирования храма у них не было. Это очевидно. Игорь, вновь вопрос как к политологу. На ваш взгляд, русской православной церкви нанесен удар? Я почему вас спрашиваю? Я неоднократно слышал такие, знаете, мнения. Ну, что мешало святейшему патриарху Кириллу простить их, публично простить? Некоторые даже говорили, приехал бы к ним в СИЗО. Может быть, цинично опять-таки рассуждают журналисты, да, но и котировки акций бы резко пошли вверх. Ну, потому что то, о чем мы с вами говорили, да, с одной стороны, сакральность, духовность. И реально очень многим людям сейчас будет очень сложно вообще вот в этой ситуации сделать свой выбор, да. Потому что, с одной стороны, они прихожане этой церкви, они ходят в храмы. Я с вами соглашусь, что основная масса не религиозна, но на Пасху и на Рождество, как известно, у нас храмы переполнены, да. Вот 20 лет после того, как определенные тектонические изменения произошли в взаимоотношениях государства и церкви. Ну, чуть раньше, да, юбилей, тысячелетие крещения Руси стал отправным этим моментом. Вот не потеряно ли то, что было достигнуто за эти 20 лет, вот одним этим делом? Вопрос к профессионалам. Ну, во-первых, религиозность в России действительно находится на достаточно низком уровне. Она на уровне Китая, по исследованиям, межстрановым исследованиям, она на достаточно низком уровне. Значит, религия как таковая... То есть это не Польша? Это не Польша. Где более 40%... Видо невооруженным глазом. Значит, даже это не Франция, Италия, где к Мессе приходит несколько процентов населения. Но все-таки они остаются людьми, которые воспитывались, значительная часть, воспитывались в католической вере. Эта система ценностей им изначально прививается с детства. Вот, они в католической семье воспитывались. И поэтому все-таки связь религии гораздо больше, чем у россиян, для которых это некая замена ритуалу. Наше отношение с церковью, российское отношение к церкви, это ритуальное отношение. Да, надо там посидеть на Пасху, но это все как ритуал, как нереальное взаимодействие с церковью, с Богом, а ритуал. Ну, значит, и с этой точки зрения, я думаю, что патриархия как институт не пострадал. Не пострадал. Не пострадал, потому что я уже мысль эту высказывал, что самое главное, это сакральный институт. И если мы его убираем из нашей жизни, институт сакральный, то у нас будет пустота. И поэтому вот эта самая ритуальная часть, она остается. И ритуальные прихожане тоже остаются. Другой вопрос, что были оппозиционеры, которые были активными прихожанами. Они были связаны с церковью. И вот сейчас для них станет некая дилемма. Он активный интеллигент, он одновременно и верующий человек. У него какие-то взаимоотношения с церковью. И вот этот образ церкви для человека интеллигентного, связанного с системой ценностей думающего, возникает множество проблем. И с этой точки зрения, часть людей активных, людей интектуалов, церковь, возможно, потеряла. Та связь, которая была, ты мог быть в оппозиции, одновременно мог быть в церкви. Сейчас для тебя это стало сложнее. Вот я думаю, как пострадала церковь. Это Игорь Бунин. Сейчас прерываемся на краткий выпуск новостей. Затем продолжим, обсуждаем дело Пуссерайта. Идет смс голосования. Пожалуйста, принимайте в нем участие. Если вы согласны с вердиктом, сегодняшним вердиктом Хамовнического суда Москвы, по делу Пуссерайта, на короткий номер 5533 пришлите смс-сообщение с буквой А. Не согласны. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Пишите на финам.фм. 19.48. Это реальное время. Финам.фм. Меня зовут Юрий Пронько. Здесь у нас в московской студии Владимир Новицкий и Игорь Бунин. Сейчас к нам присоединяется Владимир Бурматов, депутат Госдумы России, член фракции «Единая Россия». Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Какова ваша реакция на сегодняшнее решение Хамовнического суда по делу Пуссерайта? И какие, на ваш взгляд, могут быть последствия? Последствия для кого, смотря для девушек, последствия очевидны. Им, судя по всему, придется некоторое время провести в колонии общего режима. А именно, насколько я понимаю, полтора года, если они не выйдут по условно-досрочной процедуре освобождения. То, что касается моей оценки, я, в общем-то, заранее заявлял, что я согласен с любым решением суда, потому что решение суда надо уважать. Но в данном случае, мне кажется, что это вполне адекватная мера наказания. Хотя, вот, сейчас я сижу и читаю как раз заявления некоторых представителей, которые говорят о том, что это слишком мало, и православное сообщество недовольно таким решением, потому что это слишком мягкое наказание. Я понимаю, что часть людей недовольна, потому что она делает, что будет штраф там, или девушек вообще отпустят. Но закон суров, это закон. Девушки знали, на что они идут, знали, значит, что они будут делать в храме Христа Спасителя, и знали, какое наказание за это может быть. Мне единственное, в данной ситуации, кого жалко, мне жалко детей этих барышень, потому что их дети совершенно не виноваты, потому что их мамы дуры, и в том, что они, значит, совершили вот это вот деяние. Вот, в данной ситуации жалко исключительно их. А решение суда, еще раз повторяю, я не считаю его людоедским, я считаю его вполне адекватным этому деянию, и действительно согласен с тем, что изоляция в данном случае необходима, потому что у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что кто-то там от чего-то раскается, или сожалеет, или считает ошибкой. И я вполне уверен, что в противном случае аналогичные акции были бы повторены. И, кроме того, хотел бы обратить внимание на один любопытный опрос, который провел Левада-центр. Насколько я понимаю, данные появились сегодня утром. Да, Владимир, мы это обсуждали, и вас что там поразило? Меня там ничего не поразило, я, в общем-то, примерно так себе и представлял, что большинство людей считает, большинство опрошенных, точнее, если говорить точно, считает эту процедуру, значит, справедливой в отношении к Усера. У меня, в общем, было примерно такое же впечатление относительно общественного мнения. Да, спасибо. Владимир Бурматов, депутат Госдумы, России, член фракции «Единая Россия», был на прямой связи со студией «Финам.ФМ». Ну, вот такое мнение, да? Вот такое мнение. Я уж не знаю, людоедское или не людоедское, но то, что это средневековье, это точно. И мне близки слова одного из моих сегодняшних гостей, Игоря Бунина, о том, что участие интеллектуалов сейчас возник очень серьезный, очень серьезный внутренний спор, скажем так. Чем он закончится, я не знаю. К чему это все приведет, я не знаю. Но однозначно то, что дело не закончится сегодняшним днем. И я сейчас имею в виду не протест, да, там, защиты, невозможное решение Мосгорсуда. Понимаете, вот есть определенная черта невозврата, да? Вот сегодня мы ее прошли. Мы можем восхищаться, мы можем осуждать, мы можем говорить, что это людоедское или не людоедское решение. Или вот как говорил господин Бурматов, его процитирую, да, дуры должны быть наказаны. Ну, вот каждое осуждение дорого. Но, по-моему, в этой системе координат очень сильно пострадала именно церковь. Кто бы мне что ни говорил. Ну, почему власть пострадала тоже? Власть пострадала, да. Ну, люди, вот они там наверху считают, что они, наверное, очень близки к Богу. По стороне Иерарха в церкви сейчас было бы очень уместно проявить милосердие публичное. Это надо было делать до Владимира. Даже сейчас это еще было бы не поздно, если бы они ясно и четко выразили свое мнение, что все-таки приговор, пусть даже по их мнению приговор, но он не должен быть связан с лишением свободы. Ну, вот сейчас очень символично патриарх Кирилл находится в Польше, да. Первый такой визит первой иерарха русской церкви. Там какие-то даже документы были подписаны. Открытость к диалогу, готовность встретиться с папой, восстановить отношения с католической церковью. Ну, в общем, то, что не делалось многие годы. Но, Игорь, одного не хватает сделать публичное заявление по поводу дела Пуссерайта. Я напомню всем, что патриархия официально делала заявление, пресс-служба, да, о том, что как только суд вынесет решение, так сразу появится комментарий патриарха Кирилла. Ждем. А что касается заявления Бурматова о том, что в противном случае еще бы это повторялось и повторялось, то сейчас это повторяется везде. И в Киеве, и в Финляндии, и в многих странах, и по городам. На самом деле... То есть вы считаете, это наоборот спровоцировало? Наоборот, вызвало, спровоцировало. То есть получился обратный эффект. Вот думали, все, задушили и так далее. Надо понимать простую вещь. Если власть вступает на путь репрессий, эти репрессии должны быть на уровне репрессий там 88-89 года в Пекине. Когда танки, тысячи людей и так далее. Если это невозможно, то твои репрессии... А это, слава богу, невозможно. Невозможно. То эти репрессии вызовут только иную реакцию. Это Игорь Бунин. Так, давайте сейчас мы пообщаемся со слушателями. 65-10-99-6, код Москвы-495. Единственная просьба быть лаконичными, да. Высказывает свои мнения и соображения. Находиться, безусловно, в зоне русского литературного языка, да. Либо сразу буду отключать из эфира. Можете звонить. Можете писать на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Смотрите, вот Виталий, Игорь, тоже коротко попрошу прокомментировать. А может быть это раскол власти в Кремле? Ну, власть у нас сконцентрирована на самом верху, поэтому раскола нет. То есть там не может быть раздвоение в одной личности. Так, добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут, алло? Добрый вечер, меня зовут Олег. Да, Олег. Я хочу сказать, что на самом деле та судебная система, которая у нас есть, вот она так сработала. Решение принято, и здесь, мне кажется, уже нечего обсуждать. Уже поздно. То есть все? Думаю, что да. А вот для себя вы какие выводы сделали из сегодняшнего дня, из того решения, которое вынесла Марина Сырова? Ну, я бы не хотел об этом говорить. Я бы хотел сказать, что на самом деле вот мое мировоззрение, моя философия, я бы, наверное, просто это девушек этих, наверное, как-то наказал общественными работами, и все. И больше ничего. Этого было бы достаточно. А сейчас ситуация расшатана, и этим пользуются многие. Будет дальше так же раскачиваться все. Владимир, вопрос короткий. Я хочу, чтобы вы это прокомментировали высказанием. Олега, да. А там действительно можно было 15 суток? Конечно, да. Или трудовые работы? Нет, нет. Там штраф до 1000 рублей максимальное наказание. И все. Да, и расплатили 500 рублей, когда они выступали с налогом в месяц. Да, да, да. На красную, да. В данной ситуации я не согласен, конечно, с предыдущим слушателем. Слушателем. В той части, что уже пройдена точка невозврата. На мой взгляд, все-таки есть шанс у Мосгорсуда, есть шанс у политиков, в том числе, и тех, кто на самом верху, изменить ситуацию. Есть шанс. А ведь будут смотреть сейчас за реакции. Ведь на самом деле. А, Игорь? Будут смотреть сейчас за реакции. За реакции общества, конечно, будут смотреть. И если почувствуют, то Мосгорсуд может... Нет, ну, Мосгорсуд тоже живет в системе вертикали. Поэтому... Особо обольщаться тоже не стоит? Да. Давайте еще звонки. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Зовут Виталий. Да, Виталий. А, Юрий, значит, вот все-таки проанализировав сегодня материалы, которые так в интернете у нас выложены, вообще всю... Я ни в коем случае не поддерживаю ту акцию и не сторонник ее, которую они сделали. Но я все-таки не отложил впечатление, что, в общем, эти девушки действительно имели определенную поддержку. Более того, даже, возможно, получили за это деньги. И совершенно осознанно шли, действительно, не думая о детях за это. Но цель этой акции, цель, и цель этой шумихи, которую вообще все СМИ участвуют в этом, в том числе директора каналов телевизионных, и несут никакой ответственности за то, что они показывают это всей стране. Газеты не несут. Это тоже называется поддерживание, в общем, раздувание. То есть, на ваш взгляд, это не искусственно, это все осознанно, а цель тогда финальная в чем, Виталий? Вот цель очень такая, получается, тут надо уже сидеть, наверное, думать всем отделом товарищей. Потому что, ну, цель это, опять же, расслоение общества. Это отвлечение народа, так сказать, от более насущных проблем, там, от рейтингов, там, и... Вот, я даже не удивлюсь, если вся эта акция спланирована, опять же, властью. Да, спасибо. Игорь, короткий комментарий. Нет, ну, это все из теории масонских заговоров. Вот, таких теорий очень много, люди очень любят пользоваться такими теориями. На самом деле, никаких заговоров не было. Что касается типа личности, девочки, конечно, особый тип личности, таких, немножко фанатичные, преданные своему делу, готовые пойти на риск. Из таких появляется Софья Перовская, и дай бог, конечно. Да, вот я тоже хотел сказать, не дай бог. Но типаж такой, жертвенный, готовый к фанатичным результатам и так далее, но это другая проблема. Это другая проблема. Спасибо огромное. И итоги СМС-голосования. 22,74% проголосовавших слушателей Финам.ФМ согласны с решением судьи Марины Суровой. 22,74%. 77,26% проголосовавших с решением Хамовнического суда Москвы по делу Пусси Райт не согласны. Спасибо вам всем огромное. Здесь Владимир Новицкий, Игорь Бунин. Реальное время. Финам.ФМ.